Всем привет! Идея почитать хорошую книгу на ночь в такой домашней одежде, в пижаме, возникла достаточно давно, но мой духовный учитель дал такое наставление вам всем. Поэтому сегодня я хотела бы рассказать и начать читать книгу, но в основном в перевернутом виде видно. Жизнь происходит из жизни. Книга очень интересная, написана Дивиданта Санами Пракхупадой. Сегодня мы начнем с видений. Эта книга о том, как известный во всем мире писатель, ученый, духовный наставник и послание с великой культурой Индии разговаривает о великих ценностях с научными деятелями, с учеными. И эта книга выводит как раз науку на правильную путь, как мы должны науку воспринимать, а не так, как воспринимает науку сейчас вся Вселенная. Итак, начиная видение. Наука. Истина и вымысел. Откуда вы знаете, что непрерывный прогресс науки не вынудит их ученых считать, что вечно не материя, а жизнь? Откуда вы знаете, что через 10 тысяч лет человек не склонится к тому мнению, что материя, скорее всего, произошла и в жизни? Луи Пастер. Начнем как в сказке. Давным-давно большинство из нас верил, что мы питаемся натуральными, полезными продуктами, в которых нет опасных химикатов. Давным-давно мы доверяли рекламе и надписям на упаковке, произносящим замечательные качества насущных хлебов наших. Давным-давно добрая половина мира верила в честность людей, возглавляющих государство, высокопоставленных государственных деятелей и местных чиновников. Давным-давно мы считали, что наши дети получают хорошее образование в государственных школах. И уж совсем давно многие из нас соглашались с тем, что атомная энергия будет использована исключительно в мирных целях и не принесет никакого вреда счастливому и здоровому обществу. Однако, не так давно наши иллюзии рассеялись. Производители, которые обманывают покупателей, заводы, которые не думают, перерабатывают свои ядерные и ядовитые отходы, политические лидеры, которые попадают в скандальные истории, все это не оставило и следа от нашей прежней наивности. Теперь ни для кого не секрет, что с помощью средств массовой информации можно с невиданным доселе мастерством создать завесу обмана и иллюзии. И никто не отличит истину от лжи, подлинных от подделки. Ученые дольше всех умудрялись сохранять безупречную репутацию и царей силы, спрятавшись от посторонних глаз своих башних и слоновой кости элитарности. Среди прочих сфер деятельности науке отводилось почетное место заповедной земли, где живут искатели истины и ее глашатая. Ошеломляющие технические прогрессы и достижения современной науки окружили эту самую науку ореолом непогрешимости. Уильям Ирвинг Томпсон в своей книге «Очерки о земле» пишет, так же, как и раньше, невозможно было усомниться в авторитете религии, не рискуя быть прокляты. Сегодня невозможно поставить под сомнение авторитет науки, не рискуя прослыть невежды или безумцы. Однако, на самом деле, ученые, занявшие все ключевые посты в системе образования, в промышленности и в правительстве, давно уже известны своим умением сочетать научные исследования с личными убеждениями, пристрастиями и амбициями, подгоняя под них полученные результаты. Когда это происходит, поиск истины превращается в псевдонауку со всеми вытекающими отсюда последствиями, искажениями фактов, подлогами и утаиванием правды. К сожалению, такая антинаучная практика характерна и для одной из самых фундаментальных областей научного поиска, исследования истоков и развития жизни. Однако, такое положение дел не мешает людям слепо соглашаться с непроверенными и неподтвержденными гипотезами. Некоторые ученые заявляют, что человек – это просто скопление бессознательных молекул. Однако, они не в состоянии объяснить людям, каким образом молекулы могут радоваться о встрече с любимыми или горевать от невосполнительной траты. На недавней выставке в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе демонстрировались ампулы и проверки, в каждой из которых было по одному химическому веществу, найденному в теле человека. По одному. В пояснении к ним говорилось, что все эти вещества действительно содержатся в человеческом теле и представлены в соответствующих количествах и пропорциях. Однако, их нельзя считать живыми и нет такого научного метода, с помощью которого их можно было бы оживить. Майкл Париани, автор книги «Авторные реакции», пишет «В основу современной биологии положена гипотеза, что феномен жизни можно целиком объяснить с помощью химии и физики. А ведь физика и химия сводятся к описанию сил, обеспечивающих взаимодействие между атомными частицами». Вот в чем причина наших ущербных представлений о человеке, не заводящих его до уровня либо бесчувственного робота, либо клубка слепых страстей. Вот почему наука может легко превратиться в послушный инструмент в руках тоталитаризма. Вот почему наука уже стала рассадником опасных заблуждений и опасных заболеваний. Вот так. Сегодня уже многие ученые пропагандируют теорию, согласно которой жизнь произошла из материи. Научно-популярные книги и школьные учебники пестрят утверждениями о том, что жизнь возникла из химических соединений, входивших в состав первичного бульона, аминокислот, белков и других необходимых веществ. Однако наука не может доказать эту гипотезу ни экспериментально, ни теоретически. По сути, вся эта теория основана исключительно на слепой вере ученых, которые не могут поколебать никакие научные аргументы. Физик Хьюберт Йоки с помощью своей теории информации доказал, что даже одиночная материя белка цитохрома, не говоря о сложных организмах, не могла возникнуть случайно за то время, которое, по оценкам ученых, существует Земля. Он пишет, необходимо заключить, что вопреки всем принятым на сегодняшний день теориям, сценарий, который объяснял бы зарождение Земли на Земле как результат случайности и основывался бы при этом на фактах, а не просто на вере, еще не написан. Сходным образом, некоторые ученые поддерживают широко распространенное мнение о том, что Солнце, звезды, планеты, галактики и сознательное бытие возникли неожиданно в результате так называемого Большого взрыва. Однако доктор Эймин Годни, биолог из Принстонского университета, сравнивает вероятность возникновения в результате Большого взрыва такой планеты, как наша, с вероятностью возникновения полного словаря английского языка в результате взрыва в печатной мастерской. Известный биолог Тор пишет, нельзя исключить возможность, что проблема происхождения жизни, так же, как и проблема происхождения Вселенной, станет камнем преткновения для науки, преградой, о которой будут разбиваться все наши попытки свести биологию к физике и химии. Эйнштейн отмечает, всякий, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что законы Вселенной несут на себе отпечаток высшего разума. Разума, настолько превосходящего человеческий, что мы с нашими скромными возможностями должны благоговейно склониться перед ним. Данная книга, а речь идет о книге «Жизнь происходит и жизнь», которую буду читать каждый вечер, данная книга с помощью простой логики показывает, что жизнь нельзя свести к атомам и молекулам, и что материя сама по себе без помощи жизненной силы или духа не способна порадить жизнь в любой ее форме. Мы также надеемся, что жизнь происходит и жизнь заставит ученых задуматься и посвятить себя иному, более честному и кропотливому поиску истины с тем, чтобы их разум, средство и труд принесли миру настоящее благо». Это было введение из книги «Вактивидам, ты с вами, Прокупады. Жизнь происходит и жизнь». Введение написал доктор Тодам Дамодараси. Давайте тогда сегодня начнем еще и первую прогулку. Она первая из 12 прогулок. Книга на самом деле небольшая. Нет, 16 прогулок. И мы ее закончим через 16 дней. Первая утренняя прогулка. Записана 18 апреля 1973 года в парке Чио Витхиллс в Лос-Анджелесе. Шрилу Прокупаду сопровождают доктор Тодам Дамодараси, Каранадхадаса Адхикари, Брамананда с вами и другие ученики. Первая прогулка называется «Жизнь на других планетах». Шрила Прокупада. «Даже на Солнце и Луне есть живые существа». «Что же думают по этому поводу ученые?» «Доктор Синх». «Они говорят, что жизни там нет». Шрила Прокупада. «Ерунда. Там есть жизнь». «Доктор Синх». «Они отрицают существование жизни на Луне, потому что не обнаружили ее там». Шрила Прокупада. «Почему они верят в это?» «Планета Луна покрыта пылью, но даже в этой пыли могут обитать живые существа. Любая атмосфера пригодна для жизни. Любая». Поэтому в ведах живых существ называют «сарвагатах», что означает «существующие в любых условиях». Живое существо нематериально. Несмотря на то, что оно заключено в материальное тело, оно нематериально. Замечу, что когда мы говорим о разных атмосферах, то имеем в виду разные материальные условия. Карадхара. Ученые. «Они говорят, что атмосфера Луны непригодна для жизни, хотя единственное, что они вправе утверждать, так это то, что она непригодна для жизни, которая известна нам». Заметьте. «Которая известна нам». Шрила Прокупара. В ведах говорится, что живое существо не связано ни с чем материальным. Его нельзя сжечь, разрезать, иссушить или намочить. Это обсуждается в Бакалаките. Доктор Синг. «Ученые считают, что их знания о жизни на нашей планете должны быть приложимы к жизни на других планетах». Шрила Прокупада. «Да. Они думают в первую очередь о самих себе. Они мыслят очень узко, исходя из условий, в которых находятся сами. Мы называем это философией доктора лягушки». «О чем эта философия?» В одном колодце жила лягушка. Услыхав однажды от приятеля существования Атлантического океана, она спросила, «А что такое Атлантический океан?» «О, это огромный водоем!» ответил приятель. «Огромный? Неужели в два раза больше моего колодца?» «О, нет, гораздо больше!» ответил приятель. «Во сколько раз больше? В десять?» Так лягушка продолжала свои вычисления. Но можно ли понять, насколько огромен Великий океан, если делать это таким образом? Высчитывать во сколько раз? Океан больше. Колодца. Все рассуждения ученых в конечном счете не приводят ни к чему, кроме лягушачьей философии. Другой ученый Каранхара. «Они очень дорожат так называемой научной добросовестностью, которая подразумевает, что они могут опираться только на свой непосредственный опыт?» Швила Прохопада. «Вы можете говорить о своем опыте, а я о своем. Но чего ради я должен считаться с вашим опытом, если вы глупец? То же? И я должен... Что же? И я должен, по-вашему, превратиться в глупца. Может быть, вы лягушка? Но, если что, может быть, я кит. Чего ради я должен мерить всеми масштабами, мерить все масштабами вашего колодца? У вас есть свой метод научного познания, а у меня свой». Доктор Син. «Мы не обнаружили воды на поверхности Луны. Ученые сделали выбор, что там не может быть жизни». Швила Прохопада. «Они не видели всей поверхности Луны. Предположим, сюда прилетит кто-нибудь с другой планеты, приземлится в Аравийской пустыне и вернется назад. Сможет ли он составить полное представление о природе всей Земли? Его знания будут неполными». «У них есть прибор, который может обнаруживать воду. Они говорят, что запускали его на орбиту Луны и пришли к выводу, что там нет воды, а следовательно, не может быть жизни». Швила Прохопада. «Даже если предположить, что там, как на Солнце, нет воды, все равно там обитают живые существа». «Как растет кактус в пустыне? Казалось бы, совершенно без воды?» «Канхар. Он получает ее из атмосферы». Швила Прохопада. «Да, потому что в атмосфере есть все необходимые для поддержания жизни элементы – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Эти элементы присутствуют в любом материальном объекте. Например, в моем теле есть вода, хотя вы ее и не имеете. А откуда исходит это тепло? Вы не видите огня. Разве можете вы видеть, как огонь горит в моем теле? Откуда берется тепло? Как на это ответить?» Переходим ко второй части. Утренней прогулки первой. Она называется «Вселенная ватами». Швила Прохопада. «Вся материя – это сочетание пяти грубых элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира и трех тонких ума, интеллекта и ложного эго». Карантхара. Согласно ведической науке, материальная энергия начинается с ложного эго, которое затем преобразуется в интеллект, потом ум, а следом за этим в грубые элементы эфир, воздух, огонь и так далее. Получается, вся материя состоит из одних и тех же первых элементов. Правильно? Швила Прохопада. Да. Материальная вселенная возникает подобно тому, как огромное дерево баньян вырастает из крохотного семени. Никто не способен увидеть дерево в этом семечке, но в нем есть все необходимые для дерева элементы, включая разность. фактически, тело каждого это подобие вселенной. Ваше тело и мое тело это разные вселенные, маленькие вселенные. Поэтому в наших телах, как и во вселенной, представлены все восемь материальных элементов. Аналогичным образом, тело насекомого тоже вселенная. Карнхара и атом Шрила Пракхупада к нему применима та же формула. В атоме содержатся все вышеперечисленные компоненты. Анораньян махато махям Катхау Панишат 1.2.20 Это значит, что любая вещь, будь она гигантская по размерам или чрезвычайно малая, состоит из одних и тех же первоэлементов. Это справедливо повсюду в материальном мире. Как в маленьких женских часах есть все необходимое для их нормальной работы, так и у муравья есть соответствующий мозг, с помощью которого он справляется со своими задачами. Казалось, как это возможно? Для того, чтобы как следует ответить на этот вопрос, необходимо скрупулезно исследовать ткани муравьиного мозга. Но вы не сможете этого сделать. Более того, есть бесчисленное множество насекомых меньше муравья. Таким образом, имеется некий механизм осуществляющий эту разнообразную деятельность. Но ученые не могут его обнаружить. Посмотрим завершающую на сегодня часть относительности знания. Швила Прокупада. Все живые существа наделены разумом, необходимы для осуществления четырех форм деятельности питания, сна, совокупления и самозащита. Эти четыре принципа присущи даже атом. Человека отличает от всех остальных только наличие дополнительного интеллекта, с помощью которого он может познать Господа. Это единственное отличие. Ахара нигра бхайя май хунам часамам этат пашурхих нарнам Это хитападеша. Еда, сон, половая жизнь и самозащита есть повсюду. Вы видели, как растут деревья? Дойдя до нароста, кора продолжает расти не так, а вот так. В это время Швила Прокупада жестом показал, как кора огибает наросты. У дерева есть разум. Если расти в этом направлении, я натолкнусь на препятствия, так что выберу, Гая, другой путь. Но где у дерева глаза? Как же оно может видеть? Но оно обладает разумом. Этот разум возможно развит не до такой степени, как у вас, но тем не менее это разум. У ребенка тоже есть разум, хотя он не такой развитый, как у его отца. Со временем тело ребенка вырастет и станет похожим на тело отца. И тогда его интеллект полностью разовьется и проявится. Доктор Син, в таком случае разум понятие довольно относительное. Шрила Прокупада, да, все относительно. У вас свое тело, своя продолжительность жизни, а у муравья своя. И мы, и муравей живем каждый по сто лет. Но продолжительность этих сто лет зависит от нашего тела. даже Брама, наделенный самой долгой жизнью в этой вселенной, и тот живет сто лет. Нам может показаться, что муравей живет всего несколько дней. Аналогичным образом, на других планетах, где атмосфера отлична от земной, существует форму жизни, приспособленная к условиям на этих планетах. Но ученые пытаются на все смотреть с точки зрения относительных условий Земли. И это абсурдно. Почему они так поступают? Если все космическое проявление подчиняется закону относительности, то как ученые могут утверждать, что условия на планете, на нашей планете, должны соответствовать условиям жизни на других планетах? Веды нас учат, что опыт нужно всегда рассматривать с учетом Дэша Калопатра. Дэша значит среда обитания, Калоп время, Апатра деятель. К каждому явлению нужно подходить, учитывая эти три составляющих. Например, рыба прекрасно чувствует себя в воде, а мы на берегу моря дрожим. Причина этого в том, что наши Дэла Калопатра различны, но если мы скажем, что чайки тоже будут дрожать в воде, это будет здорово. Их Дэша Калопатра опять-таки другие. В материальном космическом творении 8 миллионов 400 тысяч различных видов живых существ, и каждый из них должен приспосабливаться к обстоятельствам по-своему. Даже на этой планете вы не будете чувствовать себя в своей тарелке, скажем так, на Аляске, хотя Аляска это часть Америки. В свою очередь, живые существа, наслаждающиеся жизнью на Аляске, не переселятся сюда. Каранхара «Стало быть, относительно зависит от занимаемого нами конкретного положения?» Шрила Пракхупана «Да, поэтому и говорится, то, что является пищей для одного, яд для другого». Пракхмананда. От того, что ученые не могут выжить на Луне сами, они думают, что там не может выжить никто. Последняя часть. День, который длится 8 миллиардов 600 миллионов лет. Вот такие цифры. Доктор «Беда в том, что практически каждый в этом мире смотрит на все, исходя из обстоятельств, в которых находится сам. А это абсурд». «Оченик, человек, никогда не покидавший своей деревне, думает, что мир кончается за ее пределами». «Согласитесь?» Шрила Пракхупана «Да, лягушка ко всему подходит с мерками своего колодца. У нее нет способности думать иначе. Океан велик. Но она размышляет о его величии, руководствуясь понятиями, которые соответствуют ее собственному величию. Точно так же Бог велик. Но мы размышляем о его величии в терминах относительного величия, величия, относящегося к нам самим. Есть такие ночные насекомые, которые рождаются, вырастают, производят потомство и умирают еще до рассвета. Они никогда не видят утра. Поэтому, если они решат, что утром вообще нет, это будет здорово. Так и мы, узнав из шастр, вот Бога откровенных писаний, что продолжительность жизни Брамы исчисляется миллионами наших лет не верим не верим Мы говорим, как это возможно? Но в Бхагавадгите, глава 18, стих 17, говорится, Сахаса сахасра юга парьян там ахарья брама новий дух 4 миллиарда 300 миллионов земных лет равны 12 часам Брамы. 4 миллиарда 300 миллионов земных лет равны 12 часам Брамы. Ого, да. Даже один крупный индийский политик, о котором все говорили, как о великом знатоке Гиты, не мог согласиться с этим. Он сказал, что все это пытанка. Каков негодяй, сказал Шрила Пракупада. И тем не менее, его приняли за серьезного ученого. Вот в чем проблема. Негодяев и глупцов принимают за ученых. И следователей и философов тоже. Поэтому весь мир идет в неверном направлении. Это 1973 год. Сейчас 2020 год. Давайте попробуем задуматься. Жизнь происходит из жизни, а не из материи. Материя материальна, а душа нематериальна. Получается, что душа это и есть антиматерия. Душа вечна. Давайте попробуем задуматься о том, что было сказано в этой главе, в этой маленькой прогулке. Должны ли мы доверять всем ученым, и в том числе в свете того, что сейчас происходит в нашем мире? Или мы все-таки расширим горизонт из нашего существования? Расширим свои шоры, раскроем их и немножко расширим горизонт своего познания? Как вы думаете? На сегодня все. Я приглашаю вас к вечернему чтению, в пижаму, чтению книги Шрила Прабхупары «Жизнь происходит из жизни еще в течение 15 дней». Если есть вопросы, можете писать, задавать. С удовольствием отвечу. Спасибо вам большое за участие в эфире. Хорошего вечера.